Всем привет! Владимир Труфанов, проект МИР МАТИЗОВ. Меня часто спрашивают, как правильно толкать МАТИЗОВ. Итак, друзья, сегодня в этом ролике мы с Константином покажем вам, как правильно толкать МАТИЗОВ. Нужно расставить ноги на ширину плеч, расправить плечи, упереться в автомобиль и толкать! В этом небольшом мастер-классе я думаю, что это будет полезен абсолютно всем ролик. Делитесь вашим мнением под видео. Рассказывайте, так ли вы толкаете МАТИЗОВ, либо чуть-чуть по-другому. В любом случае, ваш опыт будет полезен сообществу. В связи с тем, что очень много придется резать, мы понимаем, что это просто пожароопасно, мы не стали. Мы убрали весь текстиль из салона и мы будем снимать бак. Вы можете удивиться, как люк и бак. Объединяет эти слова только три буквы. Эти энергетики больше не покупать. Объединяет эти две вещи только одно слово. Безопасность. Поэтому мы должны снять бак, слить весь бензин с автомобиля, сделать его полностью пожароустойчивым. И в дальнейшем продолжить нашу работу и собрать все обратно. То есть, видите, оказалось, мы хотели сделать эконом-вариант, но оказалось, что нужно на самом деле... Смира! Сипа! 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 Что еще? Да, мы хотим сейчас снять бак, вот потом придется собирать все обратно. То есть, мы пытаемся понять, сколько в трудозатратах, в нормах часах обойдется установка люка на Дэвматец. Поэтому не переключайтесь. Сипа! 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 Теперь мы можем пилить. Пилить, в принципе, все элементы, которые нуждаются в запилим. Мы можем даже дверь запилить, вот. и это делать безопасно. Вот нам надо снять, мы тут топливные магистрали. Я понял, да, да, я понял. Я все понял, господа. Самый важный вопрос. Да. Где лежат энергетики? Энергетики лежат где-то здесь, вот они нет в семье? Возможно. Да, дайте мне тоже такой. Там есть еще? Возможно, это новая метода, как бы новая метода, потому что для того, чтобы поставить люк, нужно снять заднюю балку, да? Этого многие не знают, и начинающие, вот короче, строители, тюнеры, колхоз-тюнеры. Чтобы напряжение с крыши. Да, чтобы снять напряжение с крыши, нужно снять заднюю балку. Вот, в этой связи мы, конечно же, будем делать это по отдельной методе. Сейчас перерыв. Время 5 утра, вы видите, белые ночи в Петербургской, да? Вот мы продолжаем нашу съемку. Это из Алисы, нет? Да какая сырская Алиса? Подожди, это Винни-Пух. Студия «Союз Мультфильм» 1983 год, да? Нет, нет. Нет, а что же это такое? В 1983 году Винни-Пух уже был старый. Этот. Это этот, да, блядь, корабль летучий. Земля обращает в добрый путь. Да, да, да. Там «Мэйджик Уортс» были, да? Ну, надо проверкать. Друзья, небольшое замечание просто по ходу пьесы, но уже серьезное, да? То есть, конечно, мы прикалываемся и, конечно, мы истебаемся с этим проектом. Вот, но когда мы начали резать металл внутри, вот, искрами прожгло сиденье и начался маленький пожар. Хорошо, что мы смогли его очень быстро потушить. Сиденье синтетическое. То есть, вот сигаретный окурок, какие-то искры от абразивного инструмента, какие-то капли от сварки моментально воспламеняют салон. Вот. Именно поэтому советую как можно аккуратнее быть в этом плане. Ну, а крышу вы сами видели. Крыша картонная. Вот, уплотнитель. Покрытие крыши картон с тканью. То есть, тоже любые действия вот подобного рода – это достаточно быстрое воспламенение. И, пожалуйста, будьте. Будьте аккуратны. Дай вам Бог здоровья. Долгих лет и всего-всего-всего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот люк есть. Люк у нас. В заказ, наряд и в продакшн. То есть, видите сами – это вот такой бюджетный вариант у нас получился. Бюджетный вариант люка. Я сейчас расскажу, как он должен работать. То есть, в принципе, вам понадобится здесь цепочка или леска вот на тросик. Тросик можете привязать вот сюда. И, соответственно, если мы подтянем вот отсюда, люк закрывается. То есть, вот здесь спускается тросик с рукояткой соответствующей. А когда вам нужно открыть, просто отпускаете. Все, и у вас люк, вентиляция. Вот такая стекла не потеют. И хочу вам сказать, что, да, единственный момент, что при парковке нужно заклеивать такой эконом-люк на скотч. Но это небольшая проблема. Я уверен, что вы с этим справились. Мы продолжаем наш проект. Вперед! Попытка установить люк. А вот, уже идет половина двенадцатого утра. Питерская белая ночь. Вот, смех смехом, ребят, сегодня стоит амбициозная достаточно задача. Ладно, нашутили с кабриолетом, насмеялись. Мы должны вот этот Матисс разобрать сегодня за 4 часа. Достать силовой агрегат, металл, сбросить металл. Соответственно, все, что может пригодиться, крепеж, запчасти бушные сохранить. Вот, трос идет сюда. Достать силовой агрегат, металл, сбросить металл. Достать силовой агрегат, металл. Достать силовой агрегат. Достать силовой агрегат. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, продолжается наш проект кабриолет. Вот, как вы сами видите, возникла необходимость снять двигатель. Для того, чтобы срезать крышу, необходимо снять двигатель. Нам пришлось разобрать. Пять раз. Че, не получилось? Улетел, да? О, все. Кайфово. И так, друзья, вы наблюдаете пахальный момент. Матизовский двигатель вместе с навесным оборудованием уходит на гаражном кране, на гусе. И все мы это делаем для вас, потому что именно вы попросили снять для вас матиз кабриолет. Да, это часть проекта матиз кабриолет. Мы продолжаем. Вот такие напряженные дни, ночи. Ну что, друзья, как вы, наверное, можете догадаться, что-то пошло не так. Ну, ладно. Ну, ладно. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ох! 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 Друзья, мы могли понять, что-то пошло не так. Я знаю, многие из вас не верили в успех этого проекта. Говорили, Труфанов, бюджетный люк – это миф. Вот я хочу вам доказать. Вот доказательство прямо у меня сейчас в руках. Вот написано «Люк». Это специально для тех, кто… Раз, два, два, отлично. Белая питерская ночь. Пожалуйста, можете убедиться в том, что мы снимаем по ночам. Вот наш Матис Кабриолет. Вы можете убедиться, что он в прекрасном состоянии. Еще походит. Друзья, наш проект удался, по-настоящему удался. Напомню, мы сделали Матис Кабриолет в гангстер-стиле. То есть здесь впору рассекать по улицам, начитывать что-то популярное, там, про районы Вены города. Вот, делят город поровну. Вот, да. Вот такой вот получился проект. Очень интересный. Моя гангстер-банда на заднем сидении. Здесь будет наложена соответствующая музыка. Йоу. Йоу. Вот. Да. Б. Безопасность. Поэтому вот так. Ребят, но если быть посерьезно, если выходить на серьезный разговор, дело в том, что с нынешней ситуацией все большей популярностью пользуются запчасти автомобилей БУ. Вот. Поэтому мы сейчас оцениваем вообще перспективу и целесообразность нового направления. Это разборка Dell Matiz. Поскольку много автомобилей бьется. Ну, а вкладывать большие деньги, скажем так, в автомобиль БУ-шный людям не хочется. И это совершенно правильно. Ну, как бы, запчасти сейчас дорогие с нынешней валютой. Поэтому мир матизов начинает проект по Matiz-разборке. Вот. Что из этого получится, я скажу честно, пока не знаю. Может быть, хлопот и забот с этим направлением окажется больше, чем с него выгода и польза для наших клиентов, подписчиков, читателей. Но в любом случае вы можете сделать запрос нам и поискать запчасть БУ. Кузовную, двери, соответственно, агрегаты двигателя, генераторы, стартеры. Одним словом, все, что остается целым, когда автомобиль попадает в ДТП. Поэтому мы всегда идем навстречу нашим клиентам. Давайте пробовать, давайте экспериментировать. Теперь у нас есть и БУ-шные запчасти. Ребята, всем спасибо, кто терпеливо терпел наши загоны про кабриолет. Да, извините все, кто верил в эту идею. Конечно же, Matiz-кабриолет такая вещь интересная. Когда-то, кто знает, может быть и сделает. Но пока это была просто разборка. Разборка на камеру автомобиля, который попал в серьезное ДТП и, к сожалению, не подлежал восстановлению. С вами Владимир Труфаров. Это проект Мир Matizov. Спасибо, что вы с нами. Спасибо за ваши просмотры. Пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вдруг внезапно вы этого еще не сделали. Ну, а впереди действительно много нового. В работе бродяга. В работе еще нескольких хороших идей. Не переключайтесь. Та-дам! И уезжай из кадра. Игорь. Вкусная штука. Стартовал. Игорь. Субтитры создавал DimaTorzok